Доброго времени суток, друзья! Мы подготовили для вас уникальный видеоролик, который не имеет аналогов. Это первый, достаточно полный обзор всего Черноморского побережья Краснодарского края. Просмотр данного видео будет полезен всем, кто интересуется курортами Кубани, планирует свой отдых на Черном море, задумывается о переезде или уже переехал, живет в Краснодарском крае, кадры в этом видео сделаны в 2022 году. Начнем мы наш полет с Тамани и закончим в Адлере. Рассмотрим с высоты птичьего полета основные черноморские курорты. Ну что, полетели? Тамань, овеянная легендами Земля, райский уголок в Краснодарском крае. Она привлекает туристов своей загадочностью и расположением. Таманский полуостров омывается двумя морями, Черным и Азовским. Азовское море – идеальное место для недорогого, семейного отдыха. Оно мелкое, быстро прогревается и безопасно для детей. Широкие песчаные пляжи, вытянутые на десятки километров, дадут возможность найти место под солнцем всем желающим. Веселовка – популярный курортный поселок, расположенный среди степных равнин Таманского полуострова. Находится в южной части Темрюкского района, в трех километрах от Черного моря, на берегу Кизелтажского лимана. Веселовка не похожа на другие черноморские курорты Кубани. Поселок не обладает развитой туристической инфраструктурой, фешенебельными ресторанами и отелями. Здесь царит достаточно демократичная атмосфера, объединяющая любителей отдыхать дикарем. Окрестности Веселовки очень нравятся тем, кто предпочитает уединенное времяпрепровождение на природе с минимальным набором удобств. Большим плюсом этого места также считаются довольно низкие цены на размещение. Станица Благовещенская, в народе просто Благовещенка, располагается в 25 километрах к северо-западу от Анапы. Она успешно развивается, увеличивается количество населения, строятся новые базы отдыха, гостиницы и гостевые дома, активно улучшается курортная инфраструктура. Это хорошее, уникальное место для отдыха. Десятки километров первоклассных песчаных пляжей с дюнами, лечебные грязи, виноградники, обилие свежих фруктов и овощей. Здесь сошлись сразу три водоема – Черное море, Витязевский и Кизелтажский лиман. Пляжная полоса в Станице Благовещенская широкая и протяженная, вы без проблем, в любое время, найдете здесь комфортное место для отдыха. У берега моря неглубокое, дно песчаное, вода прогревается быстро, создавая хорошие условия для купания с малышами. Витязева – курортный поселок с большим песчаным пляжем, расположен в 15 километрах от Анапы. Местные жители называют поселок «маленькие Афины». С одной стороны Витязева омывает лиман, с другой – Черное море, пляжи поселка обрамлены песчаными дюнами, поросшими густой растительностью. Это отличное место для фотосессий, прекрасно подойдет для отдыха с семьей, друзьями или для романтического свадебного путешествия. В центре поселка Витязева есть парк развлечений. На территории парка находится колесо обозрения, знаменитый лабиринт Минотавра и самый экстремальный аттракцион – Катапульта. Рядом с пляжем есть аквапарк «Олимпия» – это единственный в России уникальный в своем роде тематический парк водных аттракционов в греческом стиле. В курортный сезон в этом месте отдыхающих часто радуют резвящиеся дельфины, которые подплывают прямо к берегу. Анапа – один из самых знаменитых российских городов-курортов – детская здравница. Здесь на каждом шагу расположены оздоровительные лагеря и санатории, большинство которых делает акцент на лечении именно маленьких пациентов. Однако отдых на курорте не напоминает больницу. Для ребят разных возрастов в городе и его окрестностях масса развлечений. Аквапарки, дельфинарий, крокодиловая ферма, водные аттракционы на море, летом Анапа просто переполнены радостными детскими голосами. На курорте центральный пляж всегда переполнен отдыхающими, поэтому шансы найти уединенное место сводятся к нулю. Летим далее. Поселок Большой Утриш – населенный пункт, находящийся в 20 километрах от Анапы, на территории государственного природного можжевелового заповедника Утриш. На территории заповедника сохранен единственный в Северном Причерноморье восточно-средиземноморский биом. Это можжевелово-фисташковый лес, в котором произрастают более сотни видов деревьев и кустарников, половина из которых занесены в список особо охраняемых. В заповеднике есть деревья с возрастом до тысячи лет. В поселке Большой Утриш проживает всего чуть более двухсот человек. Абрау-Дюрсо – это не совсем типичное село. Оно представляет собой объединение двух соседствующих хуторских поселений – Абрау и Дюрсо. Первое расположилось на берегах одноименного озера, вобрав в себя почти все достопримечательности, включая те самые виноградники, из которых делают одно из популярных вин в России. Второй поселок приютился на берегу Черного моря, отвоевав себе полосу крупногаличного пляжа длиной 350 метров между двумя поросшими можжевельником-скавами. Расстояние между Абрау и Дюрсо по прямой составляет всего 4 километра. Поэтому основное занятие отдыхающих здесь путешественников – периодическое мигрирование с морского берега в окрестности озера Абрау и обратно. Проезжая по Серпантину, можно насладиться лесом, скалами в непосредственной близости, в некоторых местах – красивыми панорамными видами. Город-герой Новороссийск – большой, красивый и благоустроенный, важный транспортный центр – расположен у берегов глубоководной Цемесской бухты. Всем хорошо известно, что Новороссийск не является общероссийским курортом. Он изначально развивался как промышленно-портовый город и таковым остается и сегодня. Но тем не менее, поток приезжающих сюда отдыхающих увеличивается ежегодно. В городе имеется несколько оборудованных пляжей – Центральный городской, Нептун, Суджукская коса и Олексина, который сейчас вы видите. Пляж Олексина находится почти на окраине Новороссийска и считается одним из лучших для пляжного отдыха в городе, оборудован не хуже, чем Центральный. Олексина представляет собой небольшой кусок суши, окруженный водами Цемесской бухты и озера Соленого. В Новороссийске весь берег Галечный. Если вы досмотрели до этого момента, я думаю, у нас получилось сделать видео интересным. Поставьте класс и подпишитесь на канал Краснодарского края и перемещаемся дальше по Черноморскому побережью России. Село Кабардинка – небольшой населенный пункт, расположенный в живописной долине, по пути из Новороссийска в Геленджик. Этот курорт уже более ста лет привлекает туристов. Особый колорит Кабардинки придает реликтовая сосновая роща, которая наполняет воздух целебными фитонцидами. Здесь великолепная набережная и невероятная чистота, что с некоторым удивлением отмечают все, кто открыл для себя это место. В Кабардинке ежегодно проводятся различные фестивали, концерты, работают кафе и дискотеки. Гордостью курорта является Старый парк, на территории которого расположены египетские пирамиды, сфинксы, античные скульптуры, средневековая башня и архитектурные композиции в стиле модерн. Летим далее, но тут стоит показать еще пару кадров судна Рио, выброшенного на мель в 2018 году в районе Кабардинки. Оно стало местной достопримечательностью. Геленджик популярный курорт, город воинской доблести. Это один из лучших городов Краснодарского края во всех своих проявлениях, начиная от географических особенностей и заканчивая современной городской инфраструктурой. Город расположен вокруг Геленджикской бухты, у побережья Черного моря. Находится у подножия западной части горного хребта Маркотх. Вход в бухту, ширина которой приблизительно равняется морской миле, расположен между двумя мысами. Северный называется тонким, а южный – толстым, поскольку у южного мыса высокий и обрывистый берег. Бухта Геленджика уникальна, она почти овальной формы, таких в мире всего девять. И практически всю ее можно обойти пешком. Набережная Геленджика – одна из самых длинных, и ее протяженность составляет 14 километров. В Геленджике находится самый большой открытый аквапарк России – Золотая бухта. Девноморское – село, входящее в состав муниципального образования, город-курорт Геленджик. Оно раскинулось возле устья реки Мизыпь, в девяти километрах с юга-востока от просторной Геленджикской бухты. Постоянное население поселка составляет около 6300 человек. Из Геленджика сюда без труда можно добраться на одном из регулярных рейсовых автобусов или на маршрутном такси. В Девноморске есть песчаные, галечные, дикие и даже нудистские пляжи. Все они окружены живописными скалами. Стоит отметить, что Девноморское подойдет как для спокойного и размеренного семейного отдыха, так и для веселой поездки в компании друзей. На курорте найдутся как места для уединенного и тихого времяпровождения, так и шумные кафе, бары, ночные клубы и другие места, где можно проводить время сутки напролет. Село Креница – населенный пункт, входящий в состав Пшатского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджик. Отдых в Кренице не может похвастаться обилием достопримечательностей и вариантов для светских развлечений. Это далеко не самый известный курорт Краснодарского края, в основном он популярен, как место отдыха для жителей Краснодарского края и Ростовской области. Отдых в Кренице отлично подойдет тем, для кого одним из основных критериев является полная изоляция от городской суеты и большого количества людей. Единение с природой, тишина и размеренный быт – вот, пожалуй, основные составляющие данной курортной зоны. Бета Тихий – уединенный хуторок в 50 километрах от Геленджика. Главная его достопримечательность – местная природа. Небольшой хутор подходит для семейных пар и туристов в возрасте. Родителям с детьми можно рекомендовать – это место отдыха с оговоркой, аттракционов и развлечений в Бете нет. Отдых здесь подойдет только самым непритязательным туристам, готовым мириться со слабой развитой инфраструктурой, относительно высокими ценами на проживание и питание, а также переполненным пляжем в выходные дни и в разгар сезона. Центральный пляж Беты сравнительно небольшой, в длину до 300 метров и от 5 до 20 метров в ширину, галечный. Для вашего удобства рекомендуем купить специальную резиновую обувь для плавания. Архипо-Осиповка – небольшой курортный поселок. Он прекрасно подходит для любителей размеренного пляжного, семейного отдыха. Главное преимущество курорта – развитая туристическая инфраструктура и живописная природа. Пляжи здесь чистые и располагают всеми условиями для хорошего отдыха. На пляжах есть различные аттракционы для детей и взрослых, различные кафе, где можно вкусно и недорого перекусить. В курортный сезон работает дельфинарий и благоустроенный зоопарк, парк аттракционов и театр морских животных, где можно с удовольствием провести время всей семьей. Снять жилье в Архипо-Осиповке не проблематично. Для приезжих есть отели, пансионаты, гостевые дома и санатории. Остается только выбирать идеальное жилье и собирать чемоданы. Бухта Инал – очень популярное курортное местечко в Туапсинском районе Краснодарского края. Находится на расстоянии 10 километров от Джубги и 60 километрах от Туапсе. Известно искусственным мелкогаличным пляжем, который считается одним из самых больших пляжей подобного рода в Европе. Населенный пункт пользуется популярностью среди туристов различных возрастов. Лечебные грязи в этом регионе оказывают укрепляющее действие на организм, к тому же они здесь доступны каждому желающему. Джубга – курортный поселок в Туапсинском районе Краснодарского края, расположенный в лесном массиве на побережье Джубгской бухты. В поселке есть все, что нужно для качественного и разнообразного отдыха, развлечения найдутся на любой вкус и кошелек. В поселке работает аквапарк, в который можно отправиться всей семьей на целый день или несколько часов. Лермонтово – это небольшое село в Туапсинском районе. Из года в год это место привлекает тысячи туристов со всей России. Чем же нравится отдыхающим этот черноморский курорт? Несомненно, удобной транспортной развязкой, близостью к морю, развитой инфраструктурой и развлечениями на любой вкус. Лермонтово – молодое и развивающееся село было образовано в 1958 году. Этот курорт считался местом дикого отдыха с палатками среди живописной природы с буйной растительностью. Но прогресс не стоит на месте, и здесь со временем появились многочисленные базы отдыха и гостевые дома. Большим плюсом для отдыха с детьми станет пологий рельеф. Удобно можно расположиться на берегу, на теплом песке. А вход в море не будет резким или неудобным, больших и острых камней в Лермонтово нет. Новомихайловский – еще один поселок городского типа на берегу Черного моря, расположенный между Туапсе и Джубгой. Новомихайловский – одно из любимых мест отдыха жителей Краснодара. Причина проста – расстояние от Краснодара до Новомихайловского – около 140 километров. Любят этот поселок и туристы из других регионов. За тихую провинциальность, комфортный климат, безопасные мелководные пляжи, живописные виды и природные достопримечательности. В Новомихайловском есть все, что нужно для детского отдыха, а еще отсюда рукой подать до знаменитого лагеря «Орленок». Ольгинко-село в Туапсинском районе. Расположенное в 25 километрах от Туапсе, в долинах рек Ту и Кабак, впадающих в Ольгинскую бухту Черного моря. Славится просторными галичными пляжами с прозрачной водой, развитой современной инфраструктурой. Морская вода здесь достаточно быстро прогревается в летний период. Протяженность пляжа в Ольгинке составляет около одного километра. Морское дно здесь безопасное и пологое. На пляже имеется масса развлечений, разнообразные аттракционы, смотровые площадки, кафе, душевые, а также кабины для переодевания. Поселок по праву считается лучшим местом приморского отдыха в Туапсинском районе и располагает богатым выбором современных мини-отелей, гостиниц и пансионатов. Однако цены в Ольгинке нельзя назвать бюджетными. Село Небук расположено на побережье Черного моря, в долине реки Небук. Через село проходит автотрасса А-147, связывающая Черноморское побережье России от Адлера до Джубги. Поселения с трех сторон окружают горы со смешанным сосновым и лиственным лесом. Как и в других населенных пунктах на Черноморском побережье России, в Небуге основу экономики составляет сфера услуг, в частности туризма. Пляжный сезон в селе открыт с конца мая до середины октября. Из объектов развлекательной инфраструктуры в селе действуют аквапарк Дельфин и дельфинарий Аквамир. Приморская часть села и низовья реки Небук в основном застроена гостиницами, пансионатами и санаториями. Огой-село, расположенное у побережья Черного моря, в устье одноименной реки. На территории села, в долине реки, расположен военный аэродром Огой, непосредственно примыкающий к морскому побережью. К морю выходит только небольшая часть поселения. Частный сектор и мини-гостиницы удалены от берега и находятся в долине реки Огой. Курортный поселок популярен у любителей пляжного отдыха и водных развлечений. Здесь отдыхают поклонники морских прогулок и рыбалки. Между поселком Огой и мысом Кадош, в четырех километрах к северо-западу, от города Туапсе, находится местная достопримечательность, скала Киселева с гладкими отвесными стенами высотой в 43 метра. Она сложена флишевыми породами, мергелями, песчаниками, известняками, аргелитами. Скала получила свое название в честь художника. У ее подножья расположен маленький песчано-галичный пляж. Туапсе – крупный морской порт, ключевой транспортный узел и популярный черноморский курорт на юге России. Туризм не является основной специализацией, город прежде всего с транспортно-промышленной направленностью, поэтому даже летом туристов здесь бывает немного. Гористая местность придает городу особенный колорит. Здесь формируется уникальный микроклимат. Центральный городской пляж – галичный, не слишком широкий. Зона для купания граничит железнодорожными путями, глубина начинается недалеко от берега, поэтому, находясь тут с детьми, нужно быть особенно внимательными. Лазаревская административный центр Лазаревского района муниципального образования города-курорта Сочи. На курорте просторно, ведь большая его часть находится на равнине, поэтому нет нагромождений домов и переплетений узких крутых улочек. По сути, он весь вытянулся вдоль двух главных улиц – Железной дороги и моря. Часть курорта находится на холме, и оттуда открывается завораживающий вид на море. Из плюсов отдыха в Лазаревском можно назвать довольно развитую сферу развлечений. Ведь в этом поселке имеется целых два летних аквапарка – Наутилус и Морская звезда, есть крокодилии-ферма, сад бабочек, дельфинарии, океанариум и даже пингвинарий. В Лазаревском – замечательный центральный парк с самым высоким в стране колесом обозрения. Лоо – крупный курортный поселок, также имеющий статус микрорайона Большого Сочи. Он был построен в месте впадения реки Псизуапсе в Черное море. Поселок Лоо вытянут по отношению к морскому побережью, поэтому добраться до пляжа из любой его точки не занимает больше 15 минут. Преимущество поселка – в отличном сервисе и комфорте для отдыхающих, причем за существенно меньшие деньги, нежели в самом Сочи. Лоо может предложить гостям довольно развитую инфраструктуру. Здесь есть станция железнодорожного вокзала, где останавливаются многие поезда южного направления, следующие до Адлера и Сухума, а также для удобства гостей постоянно курсируют электрички. Поселок Дагомыс является еще одним районом Большого Сочи. Известен он стал при Советском Союзе, когда на территории возвели два огромных многоэтажных санатория – Дагомыс и Олимпийский. Пляжи у Дагомыса широкие и протяженные, с мелкой галькой. Набережная разделена рекой. Западная часть пляжа открыта бесплатно для доступа всех желающих, а восточная доступна отдыхающим оздоровительных комплексов или всем желающим за установленную плату. В Дагомысе прекрасно сочетается великолепный природный ландшафт и комфортабельные санатории, гостевые дома и гостиницы. Дагомыс от центра Сочи отделяет всего 12 километров, которые можно проехать на электричке, автобусе или катере. Красота природы, мягкий климат, чистый воздух, близость гор и просторные галечные пляжи – все это превращает летом Дагомыс в оживленный курорт. Сочи – самый престижный, самый активный и самый многогранный город юга. Сочи – крупнейший и единственный в России субтропический курорт. Расположен на северо-восточном побережье Черного моря. Имеет современную транспортную инфраструктуру, является крупным экономическим и культурным центром юга России. Территория Большого Сочи разделена на четыре внутригородских района – Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. Протяженность города Сочи – вдоль Черноморского побережья, около 99 километров, общая протяженность города, включая все четыре района – 140 километров. Это самым протяженный город в России. В мире он занимает второе место, уступая лишь столице Мексики – городу Мехико, который простирается на 200 километров. Сочинский санаторно-курортный комплекс – крупнейший в России. В городе расположено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края. Поселок Кудепста расположен в самом центре Большого Сочи, на границе Адлерского и Хостинского районов, граница между которыми проходит по руслу реки Кудепста. Курортное место известно целебными минеральными водами и грязями, которые широко применяют в сочинских санаториях и пансионатах. Из-за близости к Хосте, Адлеру, Олимпийскому парку, Красной Поляне и другим известным курортам в составе Большого Сочи, многие россияне предпочитают приезжать на море именно в это место. Отдых здесь обходится недорого, а для любителей уединенности и тишины это место является идеальным. Хосте еще один микрорайон, который расположился в южной части Большого Сочи. Это одно из лучших направлений для отдыха на Черноморском побережье. Отличный климат, хорошая туристическая инфраструктура и гостиничный фонд, удобное расположение, множество достопримечательностей. Инфраструктура Хосте довольно развита и дает возможность приезжим выбрать любой из общепринятых вариантов поселения, начиная от пансионатов, гостиниц и санаториев, и заканчивая мини-отелями и частным сектором. Пляжи Хосте славятся своей чистотой и благоустроенностью. В остальном пляжный отдых здесь аналогичен отдыху в других районах Сочи, тот же набор развлечений, те же кафе и набережная. Зато по количеству природных и исторических достопримечательностей, Хосте обходит многие районы Сочи с большим отрывом. Адлер, административный центр адлерского района города Сочи. Расположен в устье реки Мзымты по обеим ее берегам и простирается на 17 километров по Черноморскому побережью от левого берега реки Кудепсты до правого берега реки Псоу на границе с Абхазией. Отпуск в Адлере – это тот случай, когда не нужно раздумывать, куда еще съездить на побережье, чтобы интересно провести время. Здесь есть все для отдыха. Чего стоит только один Олимпийский парк. Прогуляться по нему, посмотреть его музеи и полюбоваться вечерним шоу поющих фонтанов не хватит и дня, даже если вы приехали утром. В Адлере отличная инфраструктура, имеется современный аэропорт и крупная железнодорожная станция. Поэтому нет никаких проблем с тем, чтобы добраться до курорта. Краснодарский край является одним из наиболее популярных курортно-туристических регионов России. Около 20 миллионов человек каждый год посещает курорты Краснодарского края, и многие из них приезжают сюда далеко не в первый раз. Подписывайтесь на канал, узнайте больше о жизни, людях и местах в Краснодарском крае.